всем здарова только тихо нас тут проверяют он она тут буквально вышла сейчас за дверь над каждым сотрудником практически один проверяющий а то будет бывать больше по подвое ходит и прямо смотрят чем мы тут делаем прямо в затылок дышит вот так вот ты расстроился да то что нас проверяет сегодня потерпим он там как раз сейчас это делает и проверяющий там прям над ним втроем зависли да попробуем заснять ну да там целая целая толпа их там он дочит и делает они втроем на 1 до пока пока проверяющие убежали на обед мы решили ремонт без них сделать быстренько чтобы они лишнего ничего не видели ты верхнюю лайку покрути я верхнюю то есть надо еще надо вторым ключом держать снизу давай есть у кого это не бесит чё там прокладки нет да вообще нет вообще отключаются ну-ка нажми на сейчас на педаль так вот резиночку были сюда надо сюда резину делать и затягивать пока аудиты проверяющие убежали на свой обед мы вперед покушали они убежали на свой обед поэтому мы решили уже второй состав не дожидаясь их пробежаться внутреннее оборудование все посмотреть проверить ну и когда уже состав оградят уже будем наружное оборудование осматривать что-то там делать проводить дезинфекцию а пока ну женька там прикемарил немножко в купе так сидя на столе уснул я его не стал будить сейчас немножко там ну полчасика посидим и пойдем возьмем наверное герметик и плюс вы вырежем резиновые прокладки под шайбы вот в вагоне ресторане где вот у нас как раз течь идет стоп болта я думаю что там скорее всего там прокладка вокруг есть вот так унитаза но скорее всего она там ее продавила либо порвала поэтому и вот именно с под одного болта с под него льется я думаю что скорее всего надо будет там влагу убрать на слуха все вытереть загерметизировать и сверху еще резиновую прикладочку сделать и взять шайбу побольше и все это притянуть чтобы ничего у нас не бежало вот сегодня съемки вот только такие из-под тишка чуть-чуть так вот чтобы но никто мне тоже вопрос неудобных не задавали по поводу того что я тут что-то хожу снимать а так к нам приехала проверка по моему на шесть дней то есть они еще с нами побудут два дня вот сегодня среда четверг а ну да и вот значит получается послезавтра они уже как бы отправляются дальше эта проверка как бы проходит не только здесь у нас но в каждом городе вас буквально до этого они были екатеринбурге куда они дальше собираются я не знаю но по всей россии проводится вот такая проверочка но каждый год как всегда проверяющие приезжают осматривают потому что насколько я понимаю поступила жалоба на то что у нас в каких-то городах плохо проводится дезодорация после осенизации не проехал не проходит дезинфекции так далее но в общем повод всегда найдется проверки всегда будут я не удивлен ничему как бы ладно вот ладно пойдемте разбудим женьку и наверное будем вырезать резиночку иначе сейчас пока вот стоим начнут катать состав туда-сюда опять какие-то маневры делать нельзя же при движущем поезде сходить состава вылазить там еще и и тому подобное вот поэтому сейчас пока стоим по дюженьку разбуду скажу пойдем делать ну подготовим все герметик резинку тряпить тряпочки там что все вытирать и уже после этого как состав оградят вернемся сюда и будем уже доделывать остатки вот так пошли за чудесные в общем показал ошибку hp в переводе что означает неисправность датчика давления или цепей утром поменяли один датчик заработала все хорошо но потом он сгорел через какое-то может часа через полтора-два сходили еще один поменяли поменяли через буквально час он снова сгорел принесли 3 3 датчик поставили решили сразу блок заменить какие-то скачки напряжения с него идут почему он так горят с него датчики поставили новый блок принесли но вы поставили с ним сразу печки показала сразу не стала работать хотя этот же блок он на нем написано рабочий мы проверяли вот 19 мая в этом году он работал в итоге поставили обратно старый блок все заработал чудеса чудесные какие-то творятся вот уже по составу идет комиссия пдк вместе с аудитами все проверяет досконально и много едет еще группы детей в вагонах поэтому даже вот коврик где-то небольшой трещинка скол какой-то у резинового коврика да там все составляет так тут же пишут что не соответствует требованиям будут менять то есть вообще максимальное внимание ко всему вот ребята он убежали на соседний состав как раз сейчас проходит ассенизация дезодорация так далее вот они сейчас оборудование выключают потом проходит ассенизация потом они его включают проверяют на утечку вакуума проводят дезинфекцию заливают специальную латрину и там лайму сначала латриной проливу промывается все как бы потом продувается без воды снова заливается лайма и уже лаймы там промываются трубы оставляет на час через час это обратно все воду включает проверяет как но так чтобы чтобы так сказать все все было их согласно правилам требованиям каково это от нас требуется вот поэтому все делаем выполняем сегодня такая у нас хорошая беготня на работе поэтому мне немножко не совсем до съемок но вот уже сейчас в этом составу идут комиссии у меня вот два небольших замечаний одно то что здесь был зловонный запашок я честно признаюсь не досмотрел то что не перекрыл кран на летний период в вакуумной установки там как бы два положения вакуумная установка как бы и зимний вариант его и работоспособности если летний вариант то есть на летом как раз вот надо кран спуска конденсата перекрывать а я этого не сделал поэтому нехороший запах пошел именно в салон здесь вот как раз из туалета и вот пришлось срочно бежать ну да как бы но я и говорю на это и должна быть комиссия чтобы они обращали тоже как как своим взглядом посмотрели уже вооруженным как что поэтому где-то мы может тоже ведь можем не досмотреть приглядеть раздевать на то она и существует комиссия как бы я с этим согласен вот и сейчас еще там в следующем через вагон получается тоже было небольшое замечание и мне понравился возврат разгрузочного клапана поэтому я сейчас подожду пока там вся эта комиссия шушера-мушера пролетит дальше вот и чтобы мне при них уже там не разбирать не лазить не не лить там грязь разводить вот подожду пока они сейчас пройдут и дальше пойду уже замечание устранять такие дела сегодня я здесь смотрите смотрите я нашел оу щет я сейчас пробку открутил попробовал нюхнуть чуть не проблевался как она там там галимый спирт воняет написано с малины там со вкусом короче какой-то джинтоник типа такая вы нищий вообще за унитазом это это знаешь в поездах же запрещено бухать это кто-то в туалете видимо то стихаря 1 раз туда его бульк какой-то вагон тут поставили 70 060 думаешь что что за два окошка вот этих просто в простых плоскартниках такие два окошка смотрел весь зашторен это явно что-то попахивает этим вот уже эта комиссия нара приехал в нем аудиты точно они шиберные чем да вон с той стороны бак висит 70 на 42 а тут 060 ну не два вагона было один двух вагонов аудиты значит ну пойдем колес попротыкаем что ли после пройденного дождика остается последняя у нас на сегодня задача задача восстановить подачу воды на проходящем поезде номер 61 владивосток москва ребята пошли на табло посмотреть куда прибывает возможно мы уже прослушали пока шли сюда народ уже он встречает тоже какой-то поезд вот так вот последний так сказать бой он самый трудный смотрит камера мы должны не смотрим кстати первый раз такое вижу продувка вот такая здесь находится правда открытие не могу так здесь у нас говорили что водички в каком туалете то был все сделал скал так в первом было или устро он все сделал и написал закрыта 9 аж заклинил насос работаешь пришли на один вагон он сделан вызвали на другой на 2 пошли на 2 и так вроде как все работает поездной механик сам не в курсе что там происходит а чё ребят говорит зачем мы пришли вот так вот боже бывает все домой чем всем домой а нет я знаю что сначала сделаешь ты пойдешь в душевую все-таки сегодня особо не получилось поснимать ремонту на парке так как у нас прямо за спиной над душой контроль проверочные работы ну проверяющие в общем аудиты в общем скажу так по нам сегодня именно по нашему цеху замечанием одно было все таки одно но 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 такое не сильно страшное но завтра будет полный вердикт поэтому посмотрим потому что завтра еще раз работать еще раз нас будет проверять но уже завтра мы будем осторожнее аккуратнее вот тоже хотел сказать по проходящему поезду вагон который нам изначально давали заявочку на него он пришел уже исправно его поездной уже смог починить сделать воду настроить там но в другом вагоне в конце состава оказывается был другой ремонт какой-то там не поступало тоже вода причем в оба унитаза в раковины но мы разделились алексей сбегал туда в конце и он в общем сходил на тот вагон быстренько проверил я сходил на этот вагон на 1 который был с головы вот как бы но в общем проходящий пояс мы сделали все классно но как бы я поездному как вы видели до 9 аж заклеивание насоса я как бы ему дал такую как потом когда вышли уже с вагона я ему сообщил что пусть по контролирует посмотрит потому что это значит уже в скором времени насос совсем заклинит поэтому пусть пусть там поглядит все на сегодня с вами прощаюсь конечно ролик получился такой себе наверно но какой есть вот но я думаю что завтра мне удастся нормально полноценно поснимать все как бы все хорошо может быть даже что-нибудь снова внесу какую-нибудь лепту там не знаю в общем есть одна у меня задея идея задумка но это будет уже в следующем ролике я с вами прощаюсь с вами был я как всегда желаю вам счастья успехов а главное здоровья улыбайтесь вам это идет вы поняли да дежурные шторы я уже своих апартаментах мне пора в душ и готовиться к завтрашней смене то есть ужинать отдыхать до следующих роликов пока